приветствую всех новостей онлайн и мы начнем с сводки новостей экономического календаря отчиталась америка по ввп все вроде в норме принципе как и ожидалось что считаются неплохо а вот на неделе следующие у нас такие события значит понедельник у нас будет более-менее спокойно еще читается по индексу потребительского потребительских цен еврозона и деловая активность производственном секторе китая потом вторник у нас важное событие это решение по процентной ставки в австралии сейчас полтора процента ну посмотрим ждут аналитики что ставят на том же уровне количество безработных в германии отчет ожидают что будет минус 5 к и индекс деловой активности в производственном секторе британии то же самое но деловой активности производственном секторе сыши а в среду по сша запас сырой нефти из важных событий безработица в новой зеландии ну это уже такой отчет и в четверг очень мощно отчитывается британия по деловой активности отчет банка англии по инфляции и решение по процентной ставки сейчас 025 аналитики ждут что оставят на том же уровне и еще выступит глава банка англии собственно лично jobless claims в четверг в штатах на открытии америки и employment пятницу это может быть ударным таким днем пятница четверг поэтому осторожнее так и канада безработные дела активности считывается на 13 и 17 00 процентную ставку российской федерации сегодня объявили оставили на том же уровне 9 процентов собственно примерно такое решение и в ожидалось слишком быстро менять процентную ставку тоже не хорошо для экономики и в принципе начнем с индексом ртс и так у нас интересно сейчас идет динамика по индексу сейчас погрузится данным и так где у нас баровый график вот так выглядит корреляция даже чуть-чуть мы сейчас поменяем волатильность вот в таком ключе в выглядит динамика индекса ртс относительно сбербанка и в обрати внимание что с точки где в было у них плотная корреляция то есть взаимосвязь сейчас у них идет такой небольшой момент дисбаланс по корреляциям ну вполне возможно в следующей неделе индекс ртс отыграет эту дестабильность но пока вот такая картина поэтому сто пятьсот вполне может послужить такой площадке для старта небольшого движения на покупку относительно майс x10 сейчас мы посмотрим динамику мы возьмем с начала контракта уже можно сказать корреляция на нулевом уровне нужно сместить точка счета для этого нам потребуется небольшой маневр вот по ликвидности сейчас стабильно идет ликвидность по индекс ртс оборот дельта в сегодня немножко ударно была большая дельта на продажу в двенадцатом часу посмотрим сейчас на фоне торговой недели посмотрим за ликвидностью и дельтой и так значит относительно прошлой недели сейчас мы отметим пунктирная линия здесь и здесь пунктирная линия отмечает начало и завершение недели и так пока торгуемся под прошлой неделе ликвидность идет на том же уровне стоит отметить и поддержку которую мы отмечали в на уровне сто один по сто один пятьсот с копейками в пока еще удерживают но пятница так и не смогла толкнуть цену на максимум недели в районе там сто два восемьсот хотя бы но в принципе и так неплохо по дельте у нас идет три дня из пяти в был агрессор на покупку сегодня минус 15 к по фогрессорам на продажу и с открытием позиции пока только вот вторник всегда были замечены на прирост сделок открыт интерес четверг пятница немножко снизился но несущественно тут буквально 608 пиковое значение было за неделю и сейчас 590 это не не смертельно поэтому небольшая фиксация вполне предсказуемо перед выходными на прошлой неделе мы отмечали в вы были активны как раз под 4 пятница и средам по эти уровни отработали дисбаланс мой сейчас его зафиксируем этот уровень сопротивления вот по 102 2950 по 103 200 отработали четверг и средам не в прошли выше коридор по сути уйдет до 303 600 то есть вот этот весь коридор потенциально как сопротивление но аккумуляция достаточно плотная была к 102 950 103 200 по текущей неделе в значит отметим в такие активные участки в сейчас выберу линии мы перейдем на 15 минут на таймфрейм вебинар по статья в ну будут четыре открытых вебинаров в сентябре и один из них по статистике будет обязательно как раз открытые вебинары в рамках предстоящего в смартфолиум курсов в октябре начнется но целую целый сентябрь будут открыты вебинары по средам в основном так ядро недели в 101 сейчас что это тут у нас немножко не меньше поставим 101 700 по 101 100 это у нас ядро недели 2 по значимости в ликвидный диапазон это четверг и основной часть формировал уровень пятницу вернее в сори четверг основной уровень был сформирован как раз вот 2 по значимости диапазон пятница с этого уровня пока ушла до минимума недели по сути начало было еще заложено в четверг и пятница всю неделю вот таким образом прошли от начала весь диапазон потенциально может быть в активный сброс байеров которые были по открытому интересу вторник среда мы видим здесь неплохо поработали байры сейчас мы поставим мультивную дельту по дням вот обратить внимание когда у нас были активисты на покупку самый агрессивный участок это была среда то есть эти уровни берем на заметку и фиксируем сейчас уровень поддержки уровень поддержки отмечаем сто восемьсот это самый такой активный участок которым сформировали реверсивную модель в во вторник и добавили по активности сейчас мы немножко отключим open close будет теперь поле не там чуть-чуть поставим ну принципе уровень не изменился можно спокойно до 101 поставить 100 750 по 101 это вся локация сформирована во вторник и пятница пока повторно защитила уровень соответственно в потенциально можно попробовать при в тестировании в понедельник возможно открытие будет и протестят но опять же нужно следить уровень обязательно на предмет повторной защиты то есть агрессоры на по дельте обязательно посмотрите чтобы там действительно были поддержки по сопротивлению в возьмем активные участки пятницы 4 четверга они как раз и отличились своей так весь пейф у нас эти покупки даже продолжались в четверг до последнего до закрытия дневной сессии весь этот сэрбор устроили уже на вечерней сессии и пятница под процентную ставку ушла вниз соответственно сбросили байеров похоже что поэтому как один из ключевых сценариев возврат до 103 потенциально нужно удерживать на повестке дня понедельник вторник но сопротивление вот этот уровень обязательно с ним нужно быть аккуратным что за 200 102 450 сформировали в основном уровень в пятницу даже 150 до 150 102 450 весь этот коридор вечерняя сессия там немного объема вставила тут в основная часть прошлась на в пятницу и четверг у нас получается были небольшие объемы на продаже как раз после этой активной локации 102 750 103 здесь можно до 102 900 поставить как 2 по значимости уровень сопротивления при возврате до 3 вот эти диапазон нужно преодолеть поддержка 100 750 101 отметим и ядро в принципе пока они торгуются в коридоре ядра это не самый лучший по завершению в исход сценария вернее сценарий желательно чтобы они торговались выше этого коридора понедельник тогда есть шансы на возобновление восходящей динамики в противном случае как только уходит ниже данного коридора поддержки сценарий на покупку лучше отложить на лучшие времена сбербанк итак ликвидность немножко совсем немножко было чуть побольше чем на прошлой неделе в принципе это неплохо для соответствующей динамики потому что если бы было бы меньше ликвидности это рост был бы под вопросом у нас пока все идет в норме смотрим по дельте соответственно и агрессоры из пяти дней все пять дней даже с учетом фиксации в пятницу ну это предсказуемо что в конце недели будут фиксировать итоги плюс фиксация за счет того что там целый день у нас ртс шел на снижение в сбербанк в этом ключе выглядит куда позитивнее то есть по сути сбербанк должен был быть на сто шестьдесятом уровне но пока вот стоят на максимуме недели и это неплохое закрытие в совершении недели отлично я бы даже сказал уровень поддержки активно здесь прям маячки выстроились 159 половиной 160 с половиной это даже хорошо что такие ровное значение а вот собственно три недели они пускают ниже данного коридора 160 удерживают мы это подчеркивали неоднократно на прошлых обзорах что в уровень значимый локация ликвидная которая неплохо проторговали 162 это такой значимый уровень локальный по сто шестьдесят по сути пока будет сберб работать выше данного коридора есть еще фу байеров какие-то надежды на продолжение роста как только удуть ниже этого диапазона лучше долгосрочные покупки хотя бы частично при прикрыть для пробития в максимума соответствующая дельта только на руку то есть это хорошие признаки здоровый рост фактически то есть на ликвидности на хорошей дельте и собственно пока все в норме агрессивных агрессивной дельты на продажу мы не видим соответственно сильных таких маячков на фиксацию покупок пока нет и в случае если будет понедельник ажиотажно агрессивно идти атаковать 160 но опять же ниже 160 и лучше уже с покупками не связываться газпром этот герой этой неделе фактически три дня были в агрессора на стороне селлера и подбирается потихонечку к уровню поддержки 115 по 113 с половиной поставим такие ровные значения этот коридор сформировали 15 числа по сути в как раз в этот день начался в отчет сентябрьского контракта неплохой был старт но пока мы судя по всему пришли на исходную точку гэп который образовался тоже не на руку на газпроме видимо какие-то проблемы внутренние возможно отсечка либо еще куда хуже если эта отсечка терпима но если это проблема непосредственно внутренние проблемы в компании то нужно портфель свой по газпрома немножко сузить так значит локация на сопротивление 100 до 4 6 по 125 и 4 мы берем этот коридорчик на заметку вообще коридор гэпа ставим как значимый диапазон при возобновлении динамики на рост это будет показательным коридором то есть если вы пройдут спокойно можно держать противном случае в любой из этих цен может сформироваться сопротивление поэтому аккуратнее пока если даже выбрали какие-то краткосрочные покупки коротенькие то есть ненадолго среднесрочные возможно ядро недели по сути там 118 по 119 половиной вполне можно выделить и давайте лучше 15 минутом таймфрейме сейчас более точно значит вот ядро 118 по 119 ровненько в коридоре между двумя в 1 рубль поместились по пятница видите какие идут самая ликвидная часть как раз пришлась на снижение менее ликвидная на вот такой якобы корректирующийся маневр то есть ликвидности в этой коррекции немного поэтому надеяться что прям с этих уровней газпром одумается и начнет возобновлять рост на всякий случай я выделил вот уровень поддержки 115 8 116 но опять же ликвидности за день вот этот больше пришлось на снижение то есть агрессоры на коридоре 117 3 начинаются и заканчиваются 116 пока вот они в этом коридоре потенциально могут с него и не выйти выше ядро вторник следят четверг более плотно если взять вся активность селеров было вот на этих участках сто восемнадцати четыре после 19 рубль разноплановая дельта в два дня всего лишь из пяти у нас были грейсеры на покупку как раз в завершение прошлой неделе и вот понедельник текущий были ударные на рост и пока вот пятница удерживают на уровне 60 по 60 и 300 котировку сейчас мы посмотрим по открытому интересу насколько там это все да действительно немного идет прирост по позициям дельта ликвидность вернее идет на снижение то есть реакция рынка в снижении ликвидности на снижение рынка то есть для динамики которая основная внутри недели в падении ликвидности при снижении рынка это не хорошо соответственно ожидается вполне динамика на атаку там 61 сопротивление которое с прошлой неделе мы отметили его два дня они могли осилить потом у нас идет плотный коридор вот достаточно сильный агрессор 61 180 61 360 можем увидеть остановку уже там значит небольшие покупки 41 тонна сегодня по рублю ну по самым свежим локациям на сопротивление 60 480 6560 это вторник плюс среда вот этот коридорчик возьмите на заметку поддержка ближайшая вот небольшой уровень 59 720 6080 это четверг плюс пятница сформировала прошлой неделе и промежуточные еще вот в ту пятницу сделали хорошие плотные коридоры 880 и 960 собственно 4 пятница прошлой неделе так и остались еще не тронутыми и вот этот плотный коридор пятницы мы сейчас на 15 минут на таймфрейме его выделим если уйдут выше пятницы и четверга то можно попробовать использовать качестве уровня поддержки обратите внимание на структуру торговых дней всю неделю это даже трудно назвать нормальной системной торговлей начиная со вторника то в принципе понедельник не особо отличился постоянная смена полюсов каждый фактически два часа ну более-менее однонаправленная динамика была в среду смотрим теперь четверг то же самое это говорит о том что выносят просто и ту и ту команду всех и байеров и селеров выбросили из рынка посмотрите то же самое ведь по сути это целенаправленная атака и сбор 100 приказиков собственно вот один у нас уровень основной и перед процентной ставкой валютный рынок особенно если это связано с долларом либо евро ну и соответственно рублем лучше за пару дней до выхода данных по процентной ставки воздержаться от сделок что вот такой неадекватный рынок уже не исключение скорее предсказуемое событие 680 и еще один вот такой плотный коридор 730 то есть тут их можно использовать в качестве сопротивления мы сейчас по дельте зафиксируем более точно да вот по сопротивлению если брать сверх точно то 450 по плотненько стоят по 550 уровень тут на боковой шкале вы сразу видите насколько там все агрессивно было очень плотный коридор потом идет по плотности как раз 600 по 680 и вот этот диапазон 820-920 который был выделен еще с прошлой недели вот его два дня активно тестировали собственно опять же сетка уровней должна быть подготовлена на 5 просто чтобы видеть что отрабатывают какие уровни важные неважные это достаточно для торговли без ориентиров без ключевых точек поддержки сопротивления сложновато работать так массивность 59 59.2 на споте пока так и оставим в качестве поддержки есть по пятнице даже минус 56 тысяч дельта то есть на споте это немало то есть по 40000 по 48 153 тысяч даже смогли откорректировать на три дня на два динамику здесь с 82 на три дня ушли в шорт ну у нас сегодня 56 собственно вчера было 422 тонны на покупку и это собственно таки 56 тонн вполне могут быть ничем иным как сбор стопорей вот этих байеров которые зашли вчера соответственно не уходят ниже в минимум от четверга так как у них тут размещенные позиции убыточная ситуация не особо на руку поэтому они удерживают в коридоре соответственно если рубль уходит на споте выше данного коридора ну четверо-пятница тут 59.8 еще может быть какой-то какая-то надежда вот если брать по сопротивлению поддержка соответственно вот два дня даже берем 59.4 и даже 59.35 мы берем в качестве ориентиров вот для пробития данного коридора нужно непосредственно неплохо ликвидности добавить и ликвидность идет ровная системная соответственно спот под контролем тут без каких-то же этажных крупно торгуемых дней все более-менее в рамках приличия так что вот 59.35 по 45 это потенциально уровень поддержки потом уже начинается более шире коридор 59 58.9 59.2 так и 60 уровень тоже берем в качестве сопротивления тут прям через даже через неделю он снова был вот начинают они и снова была ситуация на сопротивление евро ликвидность пока держится в рамках роста ну то есть подходящая ликвидность для продолжения роста нужно все больше и больше ликвидности в рамках удерживать цену на спросе фактически локация ближайшая ключевая вот 166 169 значит немаленькая такая по 176 активность порядком 100 не 150 ближе к 50 20 тоном возьмем как ключевой уровень максимума недели самая активная у нас пришлась среда и дельта здесь ну по крайней мере уже не такая агрессивная на продажу среда действительно была две с половиной тысячи на покупку в четверг 6 и 4 но судя по всему пока у них не получилось реализовать эти агрессивные шорты по открытому интересу у нас более-менее работали 25 и сегодня соответственно на повестке возможное решение за 18 уровень потенциально может понедельник сбросить всех кто участвовал в пятницу это либо контрольный уровень вот поддержка как раз на 172 бойнельник сбрасывать либо могут даже до 166 169 потихонечку откорректироваться если же сопротивление которое образовалось на уровне максимума недели вот три манечка у нас есть 100 вернее 18.05 и 17.80 коридоров ключевой уровень на предмет сопротивления значит неделя у нас как видите очень ликвидный просто невероятная ликвидность на еврике за 15 минут 30 тысяч контрактов и это фактически ликвидность равносильно по обороту как на S&P там обычный день то есть атака была достаточно сильная дельта мы берем сейчас проверим тут как раз в этот период у нас были покупатели в основном агрессоры на покупку на евро сессии тоже были агрессоры и продолжалась эта активность как раз до завершения импульса потом чуть-чуть стихли но это скорее всего связано с просто снижением ликвидности после двух часов ближе к закрытию дневной сессии даже в на вечерке шли байеры поэтому все маячки которые здесь оставили крупные участники рынка мы отмечаем в качестве поддержки 17.08 17.28 и плотненько 175 там прям удерживали до последнего соответственно всех скинули до ядра недели и постепенно опять возобновляют активность на рост соответственно в понедельник ключевой момент пробьют у нее 18.05 18.10 и альни пробьют я думаю что будут все таки скидывать байеров так как видите в такой маневр атаковой на америке не произошло а в принципе ожидалось 17.08 вполне могут протестить и тогда возобновят на 18.00 свою миссию но могут и не корректировать поэтому будьте готовы и к таким сценарием и в случае если уходят ниже у нас получается в три ядра самое основное сейчас мы его отметим и потом все меньше меньше но значит 16.09 16.09 основное ядро недели его пока не пробили это для роста хорошо отметим 17.17 по 17.27 второе ядро по большей степени здесь оставили объем в среду в четверг и пятницу на открытии европы как раз этого коридора они начали свой путь в пятницу так и третий массив который значимый на этой неделе у нас 17.52 по 17.7 как вы заметили очень много уровней где 17.7 17.27 37 возможно три семерки на текущей цене даже не совпадение идут системно долго уверенно на на максимум недели по сути до закрытия дневной сессии пятницы недолго осталось могут закрыть неделю на макушке это неплохо открыт интерес конечно не не такой уж и хороший то есть буквально две сессии открывали позиции и индикатор взвешенный 17.17 соответственно понедельник будет допустимая коррекция то есть до уровня допустимая ниже если начнут уходить даже в принципе аккуратнее с поддержкой на ядро недели если уходит ниже рост оставляем на будущее фунт на следующей неделе будет много событий отчетов по британскому фунту и у нас абсолютно разная активность на котировке мы только что смотрели рубль мы только что смотрели еврик специфика расторговки моделей торговых дней я могу сейчас еще раз повторить вот видите как работает фунт у него все очень быстро происходит за одну сессию то есть если вы где-то решили отдохнуть пока у вас открыта позиция долгосрочная встали в покупку уже есть прибыль и вы в этот день решили улететь отдохнуть женой все равно там уже прилично накапало и вы прилетели посмотрели там сессия уже то есть тут быстренько все решается поэтому на фунте нужно быть во всеоружии на фунте четыре дня из пяти открывали позиции то есть есть интерес к вот этой точке тридцать один с половиной тридцать один соответственно дельта четыре даже четыре сессии из пяти на этой неделе были на покупку прошлая пятница тоже она как раз и дала старт после коррекционного момента здесь вполне просматривается хорошо уровень поддержки тридцать пятнадцать тридцать сорок пять возьмите на заметку все внимание к этому диапазону если фунт будут под процентную ставку все таки удерживать относительно этого уровня выше потенциально можем даже увидеть расширение за тридцать вторую почему бы и нет если же тут два дня прям охраняют тридцать один семьдесят тридцать один семьдесят пять тут бесспорно нужно ставить уровень сопротивления даже я бы взял шире тридцать один пятьдесят по семьдесят пять третий день считается с этим диапазоном поддержка в четверг пятница вот мы видим очки тридцать восемьдесят пять берем на заметку второго класса конечно это поддержка то есть менее значимая чем тридцать пятнадцать и сорок пять но все равно отметить пускай будут у вас для ориентирования ударная сессия была двадцать шестого числа значит на 15 минутом таймфрейме отмечены уровни поддержки сопротивления и опять же динамика разных валют она такая настолько разная тут прям плотненько это видно формировали позицию ребята с крупным портфелем тридцать тридцать шестьдесят пять поставим прям плотненько работали периодически сбрасывая ребят всех но дельта уже во вторник видите отличилась поддержка еще самая самая такая вот понедельник сформировали уровень среду пришли протестировали еще раз и больше не возвращались промежуточная поддержка еще можно взять коридор тридцать тридцать по тридцать 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 восемьдесят 7 и плотно у нас идут до это второй еще диапазон более точно то есть более детально сетка уровней максимальная детализация значит вот она локация тут плотненько по дельте в даже на итогах недели видно и по 30 значит 3080 по 3090 это уровень локации которые сформировали здесь тут отработали защитили и потом начали потихонечку формировать площадку 3098 3109 берите на заметку как возможно уровень поддержки сопротивление в тут на два мы разделим 31 55 31 60 первый коридор и самый верхний тут 31 и 73 175 то есть вот локация на 2 самый плотный коридор динамика которая вот пятницу в идет к максимуму недели более-менее даже какая-то ликвидность есть на этом промежутке в агрессор на продажу которую мы видим сейчас само собой фиксируют перед выходными максимум дня максимум недели на всякий случай поэтому будьте внимательны у нас вот два уровня сопротивления и поддержка начинается с уровня пятницы и уже в следующий идет нас в среду которая сель light sweet crude oil наймакс биржа торгуются выделяем итак на нефтянке значит четыре дня из пяти дельта ударно идет на 50 light sweet диапазоны поддержки здесь практически на каждой сессии мы берем так давайте на 15 минутам таймфрейм это сделаем более точным здесь мы сейчас выделим ликвидность она шла до четверга подходящая то есть прирост ликвидности для расширения котировки выше она должна немножко в подрасти и пятница такая немножко расслабилась но в принципе там не так что плохо значит мы берем 48 и 7 тут по 49 и 2 этот коридор у нас будет в качестве поддержки выделен он из-за того что тут совпадают агрессоры на покупку тут три дня тут три дня и тут вернее не три дня на два дня тут два дня тут два дня здесь два дня то есть не только в одной сессии а еще и по этому же коридору прошлись на следующий день то есть собственно по тем же ценам кресора на покупку снова совершают покупки это куда надежнее уровень чем точечная одна активность без последующего подтверждения вот такие коридорчик у нас 48 15 48 48 и 7 49 и 2 поддержка из самых активных и берем по понедельнику по вторник тут 46 35 46 65 их промежуточная активность которая вот у нас фиксируем по сути тут куда ни глянь одни уровни поддержки 47 25 по 47 75 котировка поддержки из ключевых мы сейчас выделим те которые за неделю сформировали самые плотные участки они будут более точными коридорами для спекуляции то есть здесь 49 04 49 21 это раз плотный коридор потом стоит выделить по плотности тоже немаловажный уровень 48 75 по 48 и 9 48 46 48 52 такой мелкий но есть и по плотности у нас и по плотности у нас и по плотности у нас 47 34 по 47 47 47 47 47 47 объем 48 400 via 48 48 48 48 47 49 48 48 увидеть коррекцию но желательно чтобы четверг все таки защищался и не пустили ниже 48-46 это крайний уровень поддержки если уйдут ниже четверга я бы остался в кэше я бы не пробовал заходить если будет особенно резкая корректирующая активность будут держать супер, желательно чтобы не пустили ниже ядра четверга то есть они в принципе его отработали в пятницу но тяжеловато идут как видите но закрылись на неделе на максимуме это уже хорошая победа забыл маленький маленький уровень поддержки 47-97 48-15 его даже отработали в среду вот чтобы сетку уровня себе перенести вы можете потом запись нажать на паузу повторить цифры расставить себе только ставьте не режим не day как у меня сейчас а GTC эти уровни сохранятся в течение 30 суток соответственно вам не нужно будет постоянно повторять сетку уровня раскидывать у вас она будет просто будете менять диапазоны которые отработали какие были пробиты там снять и так это был CL соответственно на бренд сейчас мы взглянем буквально на дневной сессии и в S&P а золото забыл то же самое ликвидность прибавилась это хорошо для роста это позитивно соответственно ценник 52 заслуженно тут пока фигурирует то есть каких-то подозрений о том что рост идет манипулятивный пока нет по дельте из таких ключевых коридоров 50 по 50.40 потом 50.9 51.15 и ближайший уровень который будем мониторить в понедельник 51.5 51.7 значит дельта у нас идет сейчас погрузится тег директ режим падает пока дельта на продажу тут есть участки достаточно сильные за агрессорами вот 52 возьмем на максимум остальные пока их выбросили так золото 17.05 у нас давайте с марта поставим итак у нас за весну и половину лета самый такой проторгованный коридор 12.50 и фактически 12.60 там 1 доллар этот коридор быстрее можно запомнить так значит дельта на этой неделе была 7.8 в среду топовая четверг подтверждает почти 5 тонн значит на прошлой неделе 7.8 и сегодня вернее на этой неделе 7.8 топовая сессия по дельте ликвидность тут наоборот она немножко упала поэтому рост идет на пониженной ликвидности это не очень хорошо то есть включая сравнение даже с той ликвидностью которую расширяли первую неделю вторую вот этот рост тут они немножко запутались скорее всего поэтому вот этот смелый выход на 75 аккуратнее может все таки быть таким маневром опасным так S&P и так у нас есть три дня очень активно не пускали выше 75 этот коридор мы выделим как по ликвидности ключевой так и как сопротивление значимый уровень как мы видим три дня не пускали вот такая коррекционная волатильная отсечка вполне может быть просто системным сбросом байеров сейчас мы посмотрим по открытому интересу сегодня даже чуть-чуть открыли позиции и открывали еще 25 значит снижение по четвергу относительно среды здесь само собой все кто участвовали на покупку их выкинули и остается проверить сейчас дельту как видите она пока продолжается на стороне байера поэтому есть подразление что четверг был ничем иным как сброс байеров перед покупкой поэтому значит на 15 минут в таймфрейме мы выделяем ядро отнец на него ориентируемся и следим за диапазоном 65 это второе ядро даже плотную часть возьмем 67 тут еще есть по 100 тонн 69 отметка за неделю неплохо так набросали вся ликвидность конечно была вчера и 130 и 140 тонн за 15 минут на этой сессии на сотку смогли создать оборотец вот и по дельте мы сейчас выделим ключевые плотные диапазоны значит по итогам всего этого сброса байеров у нас осталась поддержка сейчас я уберу ядра недели и мы оставим пока агрессоров на покупку и продажу значит 66 69 плотный коридор даже 69 с копейками в качестве поддержки по сопротивлению стоит вот этот уровень выделить 72 его как-то уж защищали повторная коррекция была к этому диапазону и фактически у нас итогово до 75 стоит плотная агрессивность на продажу как видите на макушке недели 3 дня там просто атаковали байеры до самого максимума прошлись и с таким успехом вполне сценарий что это сброс байеров уместный скажем так вот соответственно в случае если понедельник киро вторник начинают проявлять особый интерес к коридору 72 75 уходит выше пятницы выше локальной вот этой точке четверга ну ко вторнику в принципе могут оказаться на 80 там же как карта ляжет петролиум отчет jobless claims и employment в пятницу если они в четверг пятницу все это дело плохим отчетом приукрасят вполне могут начать коррекцию но в принципе целый август еще впереди вот я думаю что если сильно будут сливать S&P это только уже на декабрьский контракт наверное они будут откладывать с другой стороны потенциально пока все в отпусках на морях и отдыхают можно и слить немного S&P то есть как вариант тоже рассматривается по сценарию на продажу в понедельник абсолютно не может пробить ни пятницу это 69 25 уже не говорится про атаку на 72 75 соответственно 61 можно прям алерт ставить это все делается очень быстро вот так алерт поставили и у вас будут уведомления о том что атакуют важный уровень ну и минимум недели тоже поставить алерт 56 5 но в принципе в понедельник если все таки у них получится уйти ниже пятницы то скорее всего это действительно начало какого то снижения либо коррекционного момента хотя бы на неделю до четверга и пятницы вполне могут еще 3 дня откорректироваться как сценарий почему бы нет максимум недели находится на максимуме недели то есть максимальный объем за неделю находится не в центре не внизу а как раз на максимуме недели соответственно вся объемная активность пришлась в этом коридоре могут конечно протестить 72 и 75 и оттуда потом уйти на шорт опять же вы это проследите не пропускайте в принципе могут до следы вполне еще мучить нервы потом уже под волатильность в следующий четверг начать в пятницу под employment развернуть это дело снова на восходящую динамику вот так выглядит корреляция с NQ а сейчас еще я вам покажу корреляцию с Bank of America самого S&P вы наверное заметили что у них разные взгляды на то какой должен быть тренд обратить внимание что Bank of America у него розовый цвет графика где находится относительно этого участка в котором мы анализируем S&P то есть он обновил в максимум не один раз Bank of America с фактически начало лета максимум не обновлял так и висит в середине коридора по сути S&P немножко перегнул палку поэтому коррекционный момент как раз на пару дней это будет даже хорошо вот в общем-то такой был обзор 1 августа стартует курс Basic приходите кому нужно подтянуть знания вам хороших выходных на канале YouTube будет запись просматривайте комментируйте и всего хорошего хорошего укенда до следующей пятницы до свидания пока субтитры субтитры